Добрый день, уважаемые жители и гости нашего района! Для вас прозвучит обзор книжных новинок, поступивших в Центральную районную библиотеку. Егор Бармин, Тария. Егор в воле случая находит портал на другую планету. И кто же откажется от возможности изменить обстановку? Вот и Егор не стал отказываться от приключений, учебы в магической академии, новые друзья. Книга очень увлекательная, поскольку события в произведении заинтересуют и не смогут оставить равнодушным любого человека. Ирина Матлак, Десятая жизнь. Любовная фэнтези рассказывает о героине, которая стала своего рода попаданкой. Погибнув, она перенеслась в другой мир и узнала, что является Ликоем, девушкой-кошкой. В запасе у которой десять жизней. Вот только это ее десятая жизнь, и о предыдущих она не помнит ровным счетом ничего. Зато помнят жители городка, где она оказалась. Здесь ей не рады, а особенно не рад темный маг, у которого героини старые счеты. Он намерен их предъявить и сделать ее своим фамильяром. Но как бы не так, она кошка, а значит гуляет сама по себе. Проявив кошачью хитрость, непременно обведет его вокруг пушистого хвоста. А еще обязательно выяснит, почему живет десятый раз, и кто же так сильно желает ее окончательной смерти. Кристина Кашор. Сердце королевы. Когда Петербул взошла на трон Монси, она была еще совсем ребенком, и страной за нее взялись управлять советники. Но теперь их действия вызывают сомнения у юной королевы. Ей непонятно, почему так старательно замалчивается период власти ее отца, жестокого короля Олега, который обладал даром манипулировать мыслями людей. Петербул понимает, что вести Монси в будущее необходимо знать его прошлое. И потому, скрыв лицо за капюшоном, девушка по ночам покидает замок и знакомится с собственным городом. В одной из таких вылазок она встречает двух юношей, которые под покровом темноты крадут удивительные вещи. Быть может, с помощью этих людей Петербул найдет ключ к разгадке тайны Лека. К тому же, один из ее друзей, одаренный, не знающий своего дара, кажется, завладел ее ключом к сердцу. Николай Взоров. История очков. Доказано, что большую часть информации об окружающем мире мы получаем через глаза. И если бесценный дар природы зрения нарушается, то в ход идут приспособления для его коррекции. Очки – вещь настолько привычная, что с трудом можно представить, что было время, когда их не существовало. Наша книга расскажет, как шла эволюция оптических приборов. От первых очков, найденных в гробнице Тотанхамона, до современных 3D-очков и современных телескопов. Вы прочтете о контактных линзах, корригирующих, бифокарных, спортивных, солнцезащитных, компьютерных очках. Вы узнаете, что такое рефракция, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Лоренты, монокни, пенсне, микроскопы, бинокли, подзорные трубы, лупы. Все эти оптические приборы тоже нашли место в этой познавательной книге, которая будет интересна и взрослым, и детям. Все эти и многие другие произведения поступили в фонд нашей Центральной районной библиотеки. До новых встреч!